Вторая сегодняшняя лекция после замечательной первой проклетки, более незатейливая, более простая, вот она связана с эмбриональным развитием мозга человека. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что развитие мозга человека достаточно сложная и длинная история. Но здесь надо себе ясно представлять, что мы никакие не уникальные в связи со своими мозгами, которые иногда очень часто популяризаторы науки ставят отдельно, что мы, значит, некие уникальные, некоторые феноменальные. Нет. Вот здесь внизу как раз показан мозг акулы-няньки, вот этот внизу лежащий, а вверху человека. Вот примерно такая пропорция, но при этом все структуры и отделы головного мозга, которые есть у акулы-няньки, которые насчитывают сотни миллионов лет истории, то есть намного древнее, чем мы, те же самые, что и у человека. Ничего уникального у нас нет. Более того, наш мозг даже не самый большой. Как минимум у массы животных, у сотен животных мозг больше, чем у нас. Это и китообразные различные, и зубатые, и усатые киты. Это не только водные животные, это и наземные, и те же самые слоны. И в истории было много очень различных вариантов, как от самого маленького, так до самого большого. Причем это неизменно сохраняется уже, доказано, 450 миллионов лет. Есть такие рыбки, остеостроки, гестоостроки, у которых как раз нервная система ровно такая же, как у акулы-няньки. А им 450 миллионов лет. Это доказанные версии, поскольку до нас дошли палеонтологические материалы, где отпечатаны их мозги со всеми пятью отделами, как у человека, со всеми черепно-мозговыми нервами, точно такими же, как у нас с вами. То есть для всех позвоночных эта конструкция универсальна минимум уже полмиллиарда лет. Но для нас интересно, как такая сложность конструкции, а у нас, не могу сказать, что наш мозг самый сложный на этой планете, но один из самых сложных, потому что понятно, что у тех же китов, у которых, особенно у голубого полосатика, мозг достигает 12-14 килограмм, и в структурном отношении он не менее изощренен, чем у человека. Но у нас все-таки находится достаточно высоко. И в данном случае вы видите боковую поверхность мозга человека среднего размера, 1350 грамм – это средняя масса мозга людей на этой планете, хотя разница существует. Есть и этнические, и расовые, и территориальные особенности, которые, так сказать, поддерживаются, если люди не перемешиваются. При перемешивании, естественно, все это начинает разбавляться по нескольким иным законам, которые у меня описаны в книгах. Так вот, конструкция мозга довольно сложна. На поверхности вы видите около 60 полей. Всего, кроме полей, существует около 300 структур внутри мозга разных. То есть легко понять, что это огромное количество нейронов, которые вот здесь как раз нейроны мозга человека на верхней картинке. Вы видите кортикальные нейроны. На самом деле мозги не такие пустые, как на этой картинке. Дело в том, что они окрашены по Гольджи, и выкрашена одна из тысячи клеток. То есть эту технологию разработал Камила Гольджи, а потом они на пару с Рамоном Кахалом получили Нобелевскую премию, хотя сам Гольджи отрицал клеточное строение нервной системы. Ну, сейчас в некоторых особенно продвинутых странах, в которых с образованием уже вообще никуда, ну, я имею в виду США, там уже тоже начинают отрицать клеточное строение нервной системы. Сочувствую. Ничего не сделаешь. 17 век по уровню неврологических исследований на самом-то деле. Так вот, нейроны, о которых я говорю, они одинаковые, имеют конструкцию как у человека, так и у той же самой акулы-няньки. Вопрос где? Если мы будем сравнивать нейроны человеческой коры с крышей среднего мозга, а всего у нас пять отделов, передний промежуточный, средний, задний, продолговатый, например, с средним мозгом, то там будут такие же точно нейроны. Ничем не отличаются. То есть вопрос в упаковке и в организации. А внизу глиальные клетки, без которых нейроны существовать абсолютно не могут, поскольку у мозга есть одна особая функция. Наш мозг и народное тело для нашего организма. То есть если ваша иммунная система когда-нибудь доберется до вашего любимого мозга, она с ним поступит так же, как с занозой в пальце. То есть будет отторжение. Но чтобы вы почувствовали величие процесса, объясним, что вот смерти от ковида, связанные с тем, что люди умирают, и при этом легкие у них почки и печень находятся в идеальном состоянии, а поражен только мозг, собственно говоря, на этом и основано. Поскольку наш мозг является забарьерным органом, то есть органом, который организм рассматривает как народное тело. Почему? Потому что белков такое количество в мозге специфических, что никакую иммунную систему обучить, распознавать как своих невозможно. В результате, как действует любимая ковидла? Значит, она пробивает гематоэнцефалический барьер, который изолирует нашу нервную систему на всем ее протяжении от собственной иммунной системы. В первую очередь пробивает в мозге. И после того, как этот барьер разрушается, туда проникает сам, обращая вирус ковида, не попадает во внутрь мозга. Не было ни одного из больше, чем 250 исследованных случаев найдено внутри мозга усопшего. А пробивается барьер, и туда массово входят клетки собственной иммунной системы, возникает глобальное воспаление, и человек довольно быстро умирает. То же самое при повторных заболеваниях. Когда пробивается гематоэнцефалический барьер, повторно заболевшие ковидом испытывают очень сильные головные боли, которые ничем не снимаются. Ну и снять-то их сложно, потому что надо бороться с аутоиммунизацией собственной нервной системы. В норме у всех, если взять кровь, то окажется, что примерно небольшое количество антител к собственному, к собственной нервной системе у вас есть. По тому, сколько вы режете пальцем, ударяетесь и прочее, прочее. А при ковиде это происходит массово, и организм не справляется. Поэтому первый тезис – это мозг за барьерный орган. По этому тем более интересно, как же он возникает, как он складывается, если и не отторгается. Ну, дело в том, что вот эти иммунные функции складываются долго. Вот здесь внизу видны импрегнированные, накаченные азотнокислым серебром, капилляры. Они вот с такой плотностью располагаются. То есть, 10 нейронов, диаметром между ними сосуды. Потому что мозг – самая энергопотребляющая система нашего организма. То есть, у нас, несмотря на то, что это очень активная штучка, весит всего 1300 грамм, одну пятидесятую массы тела, но при этом потребляет энергии в состоянии сна около 9%, но это зависит, у кого какая тушка тела. Есть такие здоровенные, с маленькими мозгами, у них, конечно, меньше. Ну, а есть такие худенькие девушки, ниже 50 килограмм, с большими головами. Вот у них дело идет веселее, мозг потребляет. Они, кстати, часто очень много едят по этой причине. Им трудно содержать собственный мозг, даже если он не очень активно работает. Так вот, у нас мозг все время работает таким образом, что всю пищу, всю энергию, иначе говоря, все питательные вещества надо перекачивать. Вот здесь такие зелененькие клеточки нарисованы от капилляра к нейрону. Это и есть гематоэнцефалический барьер, который разрушается тем же ковидом или при аутоиммунной атаке. Ну, плюс еще всякие жидкости попадают, которые через сосудистое сплетение приходят и промывают весь, всю нервную систему. Поэтому на самом деле рядом вот лежат реальные фотографии нейронов с левой стороны. И там рядом капилляр, кругленькая, лежит синенькая тельца нейрона. Отростков вы не видите, потому что это специальная технология окрашивания. Ну, и рядом глиальная клетка, которая на самом деле этот нейрон кормит. Поэтому, когда вам какие-нибудь популяризаторы науки рассказывают о том, что они не сегодня-завтра пересадят нервные клетки в спинной мозг и вылечат всех больных с травмой спинного мозга, не верьте, это вранье. Почему? Потому что надо пересадить еще и глиальные клетки, которые будут кормить, содержать и поддерживать метаболизм этих самых нейронов. Плюс надо пересадить, еще сделать так, чтобы туда вросли капилляры, что невозможно. И поэтому все эти проекты заканчиваются на протяжении последних 25 лет просто позором, как правило. Это фундаментальные свойства нервной системы. Теперь представьте себе, что у нас сложнейшая нейронная конструкция, сложнейшая капиллярная сеть, сложнейший метаболизм, да еще забарьерного органа. Да и это еще тоже не все, поскольку там имеют дурную привычку пробегать сигналы, которые на самом деле, как правило, только символизируют передачу информации. Тут, к сожалению, у инженеров что-то происходит с головой всегда, их переклизмивает, и они начинают моделировать работу мозга примерно так же, как набор проводников в микропроцессорах. На самом деле, вот здесь сигнал пробегает по отростку нейрона. Видите, здесь специальные изоляторы, жирненькие такие. Это глиальные клетки. Еще один комплекс, которого при пересадке нейронов нельзя смоделировать. Ну, вы пересаживаете вот такой нейрон, допустим, а где вы возьмете глиальные клетки, которые будут изолировать его отростки. Поэтому все эти сказки про стволовые клетки, которые вырастут и всех вылечат, являются откровенным враньем безграмотных людей. Кроме этого, сигналы, все которые есть, они передаются через специфические синапсы. Вот они здесь, с левой стороны, показаны желтенькими стрелочками на большом увеличении. Они их тоже огромное количество, и они разные. И механизм их действий не такой направленный, как в совершенно шизофренических нейросетях, о которых вам рассказывают по телевизору. Никакого отношения эти убогие математические построения к реальной нервной системе не имеют. Почему? Потому что даже синапсы, лежащие рядом, обладают реципрокным проведением. То есть один сюда, другой сюда. Что, как вы понимаете, во всех этих моделях невозможно. плюс ветвление сигналов при прохождении по отросткам аксонов или сведения их, когда они идут обратно к клетке по адендритам. То есть там, в принципе, все эти математические модели не стоят выединенного яйца, поскольку они бессмысленны по определению. Теперь еще одно свойство нервной системы, которое нам тоже надо создать в эмбриональном развитии. Очень специфическое. Это то, что наше мышление не является беганием сигналом по проводникам. То есть попытки создать процессоры, похожие на нейрон, являются такой же идеологической глупостью, как и то, что я вам говорил, моделирование аналогичных процессов с помощью математического аппарата сегодняшнего. Почему? Объясню. У человека плохая память, у человека мы плохо видим, плохо слышим, плохо запоминаем. Ну, в общем, мы на самом деле по сравнению с компьютерами довольно паршивенькие по устройству существа. Но у нас есть одно свойство, которое компьютеры не имеют и которые в ближайшем возрасте созданы не будут ни на квантовых компьютерах, ни на каких других. Объясню фундаментальный принцип. Дело в том, что вы можете решать задачи, которые компьютер решить в принципе не может. Не только потому, что программист плохой алгоритм написал. Их могут писать пачками, их могут даже научиться генерировать в компьютере. Это ничего не поможет. Я уже имел дело с этими моделями. Дело в том, что нервная система обладает одним фундаментальным свойством. Она позволяет соединять то, чего раньше никогда не объединялось и не соединялось. То есть, иначе говоря, у нас есть то, что у современных компьютеров память, есть зрение, слух, обоняние, осязание, плюс еще масса органов чувств, всего основных только 18, так для справки. У журналистов 5, как известно, включая астральные. А у нормальных людей 18 для начала, те, которые изучают в специфических учреждениях. Так вот, все у компьютера это лучше, но хуже только одно. Дело в том, что всю жизнь вот эти нейроны, которых у нас 150 миллиардов в голове, я имею в виду только голову, остальное я не беру, хотя представьте себе, что если вытряхнуть наш кишечник, взять так, сделать волшебный прием и вытряхнуть только из кишок, нашу нервную систему периферическую, она кажется больше, чем головной мозг. Поэтому все такие закоренелые марксисты. Ну, в смысле, ориентируемся на желудок и кое-что еще там ниже пояса. Именно из-за того, что там нервная система больше, чем в голове. Так вот, вся эта нервная система, та, что в голове, имею в виду головной мозг и спиной отчасти, он обладает уникальным свойством, то есть морфогенетической активностью. А именно, он всю жизнь, каждой из 150 миллиардов нейронов, может формировать и разрушать связи. Это происходит ежедневно у людей зрелых, то есть после 30 лет. Это что означает? Это означает то, что поскольку вся память хранится как пробегание сигнала между нейрональными сетями, у вас построено на устойчивых синаптических контактах. И если они у вас разорвутся, вы не вспомните никогда то, что забыли. Именно поэтому ваше сознание все время с вами создает злые шутки. Она, ваша память, реконструирует события в более прекраснодушном виде, чем они были на самом деле. Вы возвращаетесь к тому, где вас давно не было, смотрите и ужасаетесь. Дома маленькие, кривые, лес паршивый, и родственники какие-то очень гадкие. Значит, в чем дело? Дело в том, что наш мозг перестраивает в соответствии с вашими иллюзиями синаптические контакты и создает фальшивые образы. Почему? Потому что наше память не компьютерное, ненадежное. И вот эти разрывы и образование новых синаптических связей огромны. Вот здесь для ознакомления есть поучительная картинка, в которой показаны, подчеркиваю, только примерно пятая часть синаптических контактов одного нейрона, одного единственного. И это пятая часть. Просто если показать все, то здесь будет просто светящаяся каша. А здесь пятая часть, поэтому здесь в общем видно, что этих самых синаптических контактов, которые образуются, разрываются всю жизнь, гигантское количество. Именно этот принцип, глубокий, морфогенетический, лежит в основе нашего принятия решений. когда вы над чем-то скрипите мозгами, а потом вдруг вы чувствуете, что озарение наконец-то я там сообразил, сообразила, здесь все так было просто. Это как раз вы дождались методом увеличения локального кровотока, образования, достаточного количества синапсов в той области, в которой вы и думаете. Но если вы о зрительных областях, значит, зрительные, затылочные, там, 17-18-19-й поля. Если моторные, то другое. То есть иначе говоря, скорость мышления человека конечна, потому что синаптогенез достаточно ограничен энергетически. Мы не можем заставить весь мозг интенсивно работать. Мы можем локально увеличивать в 3-5 раз кровоток в той или иной области мозга, и не во всех сразу. Потому что если бы это было возможно, нам нужно было понять вот такое сердце. Это невозможно в принципе, поэтому мозг работает как опытный бездельник. Вот вы занимаетесь зрительными образами поля, связанные с зрением. Занимаетесь физкультурой и думаете, что вы оздоравливаетесь? Неправда. Вы занимаетесь только физкультурой и области только двигательно-моторные привлекаются. А те, где, которыми надо думать, наоборот, меньше кровоснабжаются. То есть поэтому или здоровое тело, или и глубокий маразм, или наоборот. То есть гармонично это достигать очень сложно. К тому же у нас есть пристрастия, которые мы говорим наше желание. Теперь возникает вопрос, как такая сложная система возникает. Вполне понятно, что 150 миллиардов нейронов только в голове не могут быть никаким образом, ни с помощью никакой арифметики заковыристой, реализованы через 25 тысяч генов, которые у нас экспрессируются. Это смешно. Конечно, работают совершенно другие механизмы. То есть в эмбриональном развитии все происходит наоборот. С чего вся эта история начинается, чтобы был попонятней, я здесь привел картинки с амфибиями. То есть у нас действительно, как в предыдущей лекции, было хорошо показано, после дробления образуется вот такой шарик, на поверхности возникают валики, которые смываются, поднимаются вверх, образуется потом такая щель и в конце концов трубочка. Вот нервная система, она первая, что отделяется из всего организма. Она задает ось, сюда когда-то проник сперматозоид, это будет хвостом будущим или просто попкой, а здесь, значит, соответственно, головная часть. Вот нервная трубка это последовательность отделения от эктодермы, собственно говоря, нашей будущей нервной системы. все здесь. Здесь будут и головной мозг, спинной мозг, вот здесь на границе образуются клетки нервного гребня, которые дадут все внутренние ганглии, нервы и рецепторы. То есть, это событие достаточно простое. Оно происходит вот в таком монослое обычно клеток, но иногда пролиферирующие клетки лежат у мембраны и, значит, после некоторых особых случаев, у некоторых амфибий, это двухслойный эпителий. Это отдельная тема, достойная большого интереса. Почему? Потому что детерминации генетической даже здесь нет на этой ранней стадии. А события все совершенно четко организованы. то есть, у нас 25 тысяч клеток, например, каждая из которых меняет свою форму определенным образом. А геном-то везде одинаковые, амплифицированные гены, хорошо известные. И в свое время человек, который открыл и синтезировал впервые инсулин, потратил всю жизнь, 35 лет своей жизни в специальном институте, разыскивая причины этих событий, но так и не нашел. Он открыл молекулу клеточной адгезии, но на этом все и закончилось. То есть, на ранних стадиях развития вот эти морфогенетические события, которые интегрируют поведение каждой индивидуальной клетки, генетически недоторминированы. Это давно проверили еще японцы. Они взяли и просто встали через одну клетку, ну вот на таком эпителии, как вот здесь показано с правой стороны, их убивать, так выжигая жидким азотом. Ну и что? Если бы генетическая детерминация была на этих стадиях, у нас был бы неполноценный зародыш, а так 60% убитых клеток ни к чему не приводит, просто зародыш чуть-чуть становится меньше. То есть, клетки первые между собой как-то разговаривают, второе, генетическая детерминация тут ни при чем. И долгое время, в 80-х годах, была такая концепция о том, что существует последовательность событий. Сначала семь клеток, от из которых будет нервная система, это материнские клетки, ансестеральных тогда называли, еще журналисты не придумали слово стволовой клетки, потом, значит, клоны, каждый из семи клонов дает свой отдел мозга, а потом функциональные рестрикции, то есть, ограничения определенных отделов. Но сами авторы, поскольку в первую очередь это Маркус Джекобсон, они решили провести контрольные эксперименты, взяли, ввели в соседние клетки флюороассессентные красители, показали, что никакой генетической детерминации нет, поскольку потомки этих клеток больше, чем на 60% перемешивались. Таким образом работают какие-то другие механизмы, и эти механизмы очень уязвимы. В чем дело? Вот здесь вы видите разных уродцев замечательных, которых вы могли видеть сегодня, в том числе в нашем музее. Вот что бывает, когда на ранних стадиях развития человека вот эти механизмы, которые, еще раз подчеркну, генетически недетерминированы, нарушаются. А дело-то в том, что и циклопия, и анонцефалия, и даже вот эти вот совсем уж раненькие эмбрионы, в данном случае эмбриону 3 миллиметра всего размером, ну, а этот чуть побольше, как понимаете, около 10. И здесь, и здесь скрытые патологии центральной нервной системы. Надо сказать, что именно из-за нарушения морфогенеза, который недетерминирован, он очень уязвим, гибнет около 60% эмбрионов на ранних стадиях развития, когда никто еще ничего не знает. Вообще, гибель человечества очень велика. За каждого из вас заплачено примерно сотни смертей. То есть, сотни оплодотворенных эциклеток понадобилось для того, чтобы вы один-единственно родились на этот свет. Такова цена морфогенеза, механизмов управления развитием. Как же это происходит у человека? У человека происходят человеческие эмбрионы. Происходит довольно забавно. Вот человеческий эмбрион, размер его отсюда до сюда всего 200 микрон. Это единственное пока на этой планете изображение человеческого эмбриона. Ни в какой Карнеги коллекшнс, ни в одном учебнике вы этого не увидите, поскольку там используют мышей на похожих стадиях. В чем дело? Это человеческий зародыш, который после имплантации, то есть первый день после того, как он внедрился в женскую матку и стал развиваться внутри. Вся нервная система, вообще все, о чем мы говорим, это всего лишь навсего вот эта вот небольшая полосочка. Вот здесь. Вот она. Вот мы с нашей нервной системой и все остальное это вот этот кусочек. Больше ничего. При этом уже на этой стадии огромное количество патологических событий. Есть анамбриония, когда вот зародышевый мешок диаметром 2 мм, а ничего внутри нет. Вот такие вот штучки. То есть дальше начинается формирование нервной ткани. Она немножко идет у человека по-другому. Образуется так называемая первичная полоска. Это тоже зародыш около 3 мм и первичный бугорок, переходящий в первичную полоску, а дальше все почти как у животных. То есть здесь образуется головная часть, как вы видели, почти как у амфибий. Здесь срезан большой желточный мешок, на поверхности которого этого все происходит. Поэтому кажется, что у нас немножко не так. Нет, все так же. Начинается с амитогенез, на 23-й день развития, имеется ввиду после того, как, а не после того, как вам добрый доктор установил срок вашей беременности. Нет, имеется после оплодотворения. У вас появляются уже зачатки центральной нервной системы, хорошо видимые, но она еще открыта, так же, как у лягушек. То есть на срезах видно, что она открыта, только потом закрывается. Ну и здесь все производные человеческих будущих тканей, и мышцы, и кости, и суставы, все лежит вот в этих небольших клеточных зачатках, которые мигрируют к местам будущей логализации и формируют органы ткани. Вот на 24-й день развития у нас нервная система, как вы видите, открыта спереди, открыта сзади, а в серединке уже закрыта. То есть мы, наш нейрогенез, он заканчивается, образование нервной трубочки на ранних стадиях развития, заканчивается двумя дырками, передним нейропором, вот этим, и задним нейропором, то есть открытыми частями нервной трубки. Вот это событие, которое называется нейруляция, является причиной огромного числа патологических событий. Где-то 90% всей патологии возникает в это время. В чем дело? Дело в том, что вот это замыкание трубочки, как залепливание пельменей, идет достаточно пассивно. То есть это морфогенетическое событие, связанное с волной нейруляционного движения. То есть она замыкается и все. То остановить можно чем угодно, даже простенькой таблеткой, например, фенатазепама или парочкой, зависит от вашей массы. И тогда произойдут всякие неприятные события, которые будут отсрочены на многие недели, а иногда и на месяцы. Если тормознуть это где-то на 21-й день, то не образуется замыкание передней части будущего переднего мозга и появится тот чудесный циклоп, которого я вам показывал в начале. То есть вот это будет такая вот циклопия, да еще вот здесь кое-что выросло на лбу. То есть иначе говоря, вот эти зоны нейруляционные смыкания нервных валиков всего-то навсего. Эмбриональное событие, происходящее примерно между 20-м и 29-м днем развития, оно ложится вот на эти все морфогенетические события. И дело в том, что вот длина этих самых зон смыкания нервных валиков, то есть то, что вы здесь видите синенькими, зелененькими, показано зонами, это на самом деле ничто иное, как нейруляция. У человека три волны нейруляционных. Почему человеку нельзя сравнивать с мышами, как любят делать наши западные коллеги, потому что у мышей, например, бывает четыре, а у некоторых видов пять нейропоров, а у человека только два морфогенетические события совсем другой природы. Поэтому, чем длиннее событие идет, ну, например, задняя волна нейруляции, тем больше патологий. Ну, классический пример, это та же самая спинобифида, которая возникает, то есть кистозное расщепление позвоночника, которое возникает как следствие из-за того, что эта волна как раздвигается девять дней. Вероятность очень высока, поэтому у одного процента населения что-нибудь да случается, и мы видим разные формы спины бифид. Кроме этого, любые токсические воздействия никакого значения не имеет, какое именно. Список токсических воздействий составляет вот такой том на тоненькой папиросной бумаге очень убористым восьмым кеглем. И все приводит к одному и тому же, обращаю ваше внимание. И много витамина А, и мало витамина А, и много дешевой водки, и мало, то есть полная трезвость, и гипероксигенация, и недостаток кислорода. Результат один и тот же. Ну, классический пример, это вот те самые анонцефалические события, когда зародыш снаружи выглядит почти нормальным, хотя нормальный, вот, а внутри у него вместо мозгов такая каша, бесконечно размножающиеся клетки. Оказывается, что, что именно время воздействия критично, а тип воздействия не очень, то есть приемник-то один и тот же, а токсические воздействия будут разные. Вот трехмиллиметровый человеческий зародыш, здесь 3 миллиметра, и вот спины бифидоклассические у зародышей на очень ранних стадиях развития. В большинстве случаев в мире их вообще никто и никогда не видел. Почему? Потому что этот материал обычно возникает, как вы понимаете, в первый месяц после оплодотворения, и найти его, скажем так, задача почти невозможная. Тем не менее, здесь вот видно три версии летальных спины бифиды, с которыми уже не рождаются. То же самое происходит в более хорошем варианте, когда дело заканчивается все-таки циклопией, ну, например, это речь идет о движении вентральной неруляционной волны, которая оставляет целыми полушария. Известен случай в США, когда именно движение неруляционной волны вентральной было задержано, и девочка прожила 14 лет, то есть речь идет о вариантах голуб розоэнцефалии, то есть вот полностью расщепленные полушария, два полушария, видите, не полностью кусочек, и третье, совсем не полностью. Все эти события относятся к очень ранним неруляционным явлениям, когда вот этот кусочек не зарастает в неруляционной волны. Тормозить его и горе очень легко. Можно просто съесть две таблеточки тазипама, получится вот такой красавец, как внизу. Тем более, что обычно женщины об этом даже не догадываются, беременны ли они. небольшая задержка в цикле. К сожалению, эти явления не объясняются гистогенетическими событиями. знаменитые работы по исследованию Хоггс-генов, которых на сегодняшний день открыто около 450, 60-ти. Вот они показывали очень хорошие картинки. Там одна из Нобелевских премий за это была выдана, по-моему. Вот у цыпленка, видите, как они экспрессируются, прям точно под делом мозга. Ну вот, и казалось, что все прекрасно. Мы нашли инструмент, который поможет объяснить, как вот эти все ужасные патологии объяснить и попытаться их каким-то образом блокировать. Оказалось, что они так просто. Уже Нобелевскую премию выдали, я думаю, уже прокутили к тому моменту, когда была сделана работа Има в Японии, который показал, что все эти работы являются фальсификацией. Почему? Потому что все было честно написано в Нейче. Экспрессия гомеобоксных генов начинается на восьмой день у той же самой мыши. Но к этому моменту уже на уровне того же переднего, среднего, заднего мозга и даже ромбомеров продолговатого они уже образуются и границы видны не то, что в микроскоп, а в обычную лупу. А движение гомеоэкспрессии является инфекционным, то есть оно постепенно распространяется от хвоста вперед. Ну, понятно, почему отсюда, потому что у человека на определенной стадии есть замечательное образование кишечно-мозговой канал. То есть у нас, у некоторых людей это нужно удалять хирургически, у которых анальное отверстие соединено с мозгом. Вот думайте, что хотите. Ну, вот такой феномен есть, и феномен очень неприятный. Так вот, именно от зоны кишечно-мозгового канала начинается движение гомеобоксных генов, фокус стоит в том, что к моменту, когда уже ромбомеры заднего и продолговатого мозга возникли и исчезли, тогда в соответствии с их границами экспрессируются парные вот эти гомеобоксные гены. потом выяснилось, еще интереснее, через некоторое время, что среди 450 гомеобоксных генов кодирующих оказалось только 6, то есть это вообще никакого отношения к развитию не имеет. И таким образом очередная глобальная панама с Нобелевской премией по развитию мозга человека закончилась ничем. Но проблема так и осталась все той же. Вот здесь с левой стороны, то есть внизу располагаются человеческие патологии, а сверху располагаются патологии экспериментальные, в том числе которые делались в нашем институте, в который вы пришли на день открытых дверей. В чем смысл? Это попытка передачи позиционного сигнала с помощью морфогенетических механизмов. А именно, вы берете зародыши, ничем его не травите и предполагаете, что позиционный сигнал, который тот, кто знает арифметику за 8 класс, ну как индивидуально детерминировать развитие на шаре, если у вас клетки в шарике собраны. Я надеюсь, кто-нибудь слышал о тензоре пуансона и знаете, что если тензор пуансона растягивается так, то поперек сжимается. Вы получаете в финале вектор, детерминирующий развитие любой конкретных клеток. кодирующий точно. И тогда все понятно, очень хорошо известно, вот Нобелевскую премию вчера поручили, выдали за ионные рецепторы, ну, премия очередная липовая, потому что механо-зависимые ионные каналы, которые лежат в основе всех механо-рецепторов, известны более 50 лет, написано тонны работ. Этих два прохиндея почему получили премьер, мне непонятно. Я преподавал 30 лет назад, рассказывая о механизмах механо-рецепции, которые построены на простых ионных каналах, которые, кстати говоря, работают и в раннем развитии нервной системы. Вот вы видите моделирование у амфибий этих же самых прекрасных явлений, как анонцефалия человеческая со всеми формами. Ну, и понятно, что гистология этих препаратов показывает, что это полностью соответствует. А вот что происходит в реальности, как сигнал как раз пробивается до нервной системы. То есть, кто говорит клеткам, что делать? Генетики? Да нет. Господь Бог? Да нет. Все просто и примитивно. Потому что генетическая терминация не годится, поскольку необъяснимо остается гибель клеток. А куда вы делись? Если раз детерминировано все, а клетки погибли, и организм этого не заметил. Что случилось? Такая парадигма не работает. А что на самом деле? На самом деле очень простые можно делать эксперименты. Например, взять сжатие и растянуть поверхности петели, нейроэктодермы. А в ответ на это, если вы будете тянуть эмбриональный пласт не меньше 7 минут, а лучше 10, пройдет считывание сигнала. механо-зависимые ионные каналы сегодняшних Нобелевских ауриатов сработают. Этой работе, кстати, 30 лет. Так что выглядит довольно смешно сегодняшние награды. Они как раз перезаряжаются в зависимости от типа механо-зависимого ионного канала. Или, например, если вы работаете на специальных животных, которые выдерживают низкие температуры, то не срабатывают. То есть, это энергозависимый процесс, который передает сигнал на уровне циклического АМФ уже вовнутрь. То есть, что происходит? На ранних стадиях развития интегрирующую роль играют механо-зависимые ионные каналы, с которыми снабжены клетки. Клетки чувствуют, когда вы на них воздействуете. Тянете в ту или другую сторону, там же даже есть пространственная детерминация. И получается так, что для того, чтобы считать информационный сигнал, достаточно оказаться в системе натяжений, которые и составляют форму зародыша. Простой вопрос, зачем форму зародышу? Ну, если все детерминировано, ну, будет колбаса вареная, и все нормально, все знают, что делать. А если не колбаса, то зачем эта форма нужна? Так вот, выясняется, что форма нужна эмбриональному мозгу, сложному, который образует сначала шар, потом нервную трубочку, потом пять отделов, потом эти пять отделов внутри тоже дифференцируются для того, чтобы во времени и в пространстве распределить регионально-специфическую экспрессию генов. И механизм построен на самом примитивной части, то есть на механозависимых ионных каналах. У нас тогда получается, если мы идем в сторону теории Тьюринга, кто-нибудь может, слышал о таком исследователе, но не только по надкушенному яблоку, который он отравился, насыпав на него цианистого калия, но это на всех айфонах с другой стороны, расшифровал энигму американскую во время Второй мировой войны и много всяких других подвигов совершил. Так вот, в рамках его модели как раз функции получается пространство, то есть форма является функцией активатора, а геном, который выполняет в данном случае пассивную функцию, функции ингибитора. То есть на ранних стадиях развития вся пространственная и сложная форма мозга, за которую мы платим гигантскую цену сотнями человеческих жизней, она на самом деле построена на таких простых механизмах, которые возникли вынужденно из-за недостатка генетической обеспеченности. 25 тысяч генов для 150 миллиардов нейронов это ничто. Поэтому приходилось решать проблему на совершенно других основаниях. И в рамках модели Тьюринга, теория активатора-ингибитора, которые сейчас очень широко используются почитайте работа Жирра Мейнхарда знаменитых математиков. Они как раз это доносят достаточно ясно до, так сказать, не специалистов. И циклы регуляции у нас примерно такие, что с одной стороны морфогенетические процессы раннего эмбрионального развития связаны с формой очень дорогой, значит, который приводит к кодированию позиционной информации, дальше регионально-специфическая экспрессия генов, еще один такой цикл. И чем дальше это происходит в эмбриональном развитии, особенно сложного мозга человека, тем меньше роль морфогенетических событий. И вот здесь осталась синенькая часть, которая представляет собой те самые гистогенетические каскады, которые включаются очень быстро после того, как организм знает, в каком месте что детерминировать и начинается та самая чудесная молекулярная биология, генетика, которая описана в таких толстых учебниках. На этом моя лекция исчерпана. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ